И вот сейчас о больших, не сбывшихся надеждах. Всё это может в один прекрасный момент перестать существовать. То есть, кроме одного, замешаны скандалы с употреблением разных наркотиков. Происходит деформация сознания. Я был такой, знаете, настоящий писакон. Это можно было бы назвать настойчивостью, но это скорее одержимость. Вбрасывали часто непроверенную информацию. Все словно глухие и слепые, делают вид, что они не понимают, что происходит. Дебилы. Козлы нахуй. Да какая страна самая большая в Европе? Придётся расчленить нашу страну. Назовите это кармой, судьбой, карой божьей, как вам удобно. Главное, всё выходит наружу. Это признак оперативного управления глобальным процессом. Кто управляет настоящим и программирует будущее. Выдавание желаемого за действительное в ущерб истине. Впрочем, ничего тут удивительного. Бог поругаем не бывает. И он шельму метит. Завжди будь ласка. Какая-то русская шалава. Кроме как порнография, всё это не назовёшь. Всё время как-то извращённо. И это уже то, о чём Орвел предупреждал 70 лет назад. То, что на российских каналах своя особая атмосфера, было понятно давно. Это открытие, в которое почти невозможно поверить. Славяне построили Венецию. Там, например, всерьёз обсуждают скорое нападение Украины на Россию. А между тем, 200-тысячная украинская группировка – это реальность. Она рвётся с цепи, как взвесившийся пёс. Уже летом 2019 года, после обстрела украинской артиллерии, вся российская техника будет разбита. Украинскому спецназу остаётся лишь зачистить территорию. Или, например, часами отлавливают пришельцев, всматриваясь в глаза украинских и американских ведущих. В январе 2019 года мир облетела запись интервью на американском телеканале. Зрители обратили внимание на женщину, глаза которой на секунду изменились, и стали похожими на глаза рептилий. «Вон, вон, грёбаная ящерица!» – кричат в азарте бабушки у экранов. Странный эффект появился в глазах украинской телеведущей. Ещё одно популярное видео. Здесь глаза ящериц появляются не на мгновение, а видны несколько секунд. Вот же гады газдеповские специально распускают сплетни, что пришельцев нет ради их маскировки. «Если кто-то заявляет о том, что пришельцев и НЛО не существует, остерегайтесь их. Это и есть пришельцы». И здесь мы позволим себе раскрыть страшную тайну, за которую весьма вероятно можем и поплатиться жизнью. Так вот, лучше всего помогает определить пришельцев в телевизоре легендарная аптечная боярка. «Боярышник – это очень хорошая вещь». «Да, я его пью. Ну, это вкусно». Как говорится, чем больше принять бутылочек на грудь, тем больше можно увидеть ведущих с глазами ящерицы. Главное в этом деле не подменять боярку самогоном, чем особенно грешат журналисты канала РЕН-ТВ. «Кроме останков доисторических обитателей нашей планеты в таинственной пещере Таврида есть, видимо, кое-что и поинтереснее. Подземные ходы тянутся на десятки километров». Но, чтобы вы понимали уровень, ребятушки снова раскрыли мировую сенсацию. Мы годами слушали, как разные регионы России населяли сверхлюди. «Славяне-великаны были высшими существами, обладали сверхспособностями и могли силой мысли уложить на поле боя до ста человек». «Человек, ну, человекоподобное существо большого роста, при этом он обладал такими навыками, как навык левитации и навык телепортации». «Они летали на колесницах, строили атомные электростанции». «Древние жители русского севера применяли техники направленного взрыва, а, быть может, и вовсе использовали атомную энергию». «Древний атомный реактор – все это тоже наша история». «А в свободное время открывали целые континенты». «Начиная с южной части нынешней Восточной Сибири, они двигались на север к Берингову перешейку. Переходили Берингов перешейк, тогда он не был проливом, а был именно перешейком, и попадали в Северную Америку». «Подобная дичь для уропатриотической тусовки сродни наркотику». «Нотис, Прокопенко, что там еще из исторических фактов имеется?» «Да историческую стоянку представителей древней цивилизации в Крыму обнаружили совсем недавно». «В общем, полстраны обои на потолке от счастья в желтый перекрасило, когда по телевизору показали анонс». «Есть же свежая сенсация, причем из оккупированного Крыма». «Открытие века, останки древних обитателей планеты, запечатанные на тысячелетия в Крымском подземелье. Сегодня это самая свежая мировая сенсация». «Никогда такого не было, и вот опять». «Представители неизвестной цивилизации, которая обитала в Крыму десятки, а то и сотни тысячелетий назад. И само собой разумеется, что это должна была быть не первобытная, а технически продвинутая культура». «Намек очевидней некуда. Гордись, Ваня, твои потомки не бурлаки безвольные, а ниндзя-чебурашки на ракетах». «Перед вами уникальное изображение, сделанное несколько тысячелетий назад». «Летающая тарелка, древняя повозка. Что хотели рассказать нам этим рисункам таинственные жители древнего Крыма?» «Короче, карасики, в Крыму тоже сверхлюди жили. И такие крутые были, что мама не горюй». «Цивилизованные люди, да такие, что нам до них далеко». «Тоннель любой длины прорыть для них вообще чепуховое дело. Причем не только на суше, но даже под море». «Длина главного подземного хода, если смотреть по карте, 400 километров». Поговаривают, что сделаны крымские тоннели не природой, а человеком. Древним человеком, который владел современными строительными технологиями. «Единственное, что смущало во всей этой истории, так это неэкономность Путина. Вбахал, понимаешь, стервец и такие народные миллиарды в Крымский мост. А надо было просто тоннели древних дедов найти, и всего делов-то. Но не может же РЕН-ТВ врать! Подземные ходы, ведущие не только на южный берег Крыма, но и на материк, в Краснодар. С другой стороны, неэкономность царя может быть наследственной. Так сказать, доказательство широты русской души. И это же вовсе не пустые слова. Вот вы думаете, кто статую свободы пиндосам подарил? По официальной версии, статуя свободы это подарок французов к 100-летнему юбилею со дня подписания Декларации о независимости США. Не, ну формально, конечно, французы. Но европейцы-то от природы жадные. Если бы русские медью не подсобили, то дело швах. Знаменитые заводы демидовские, что медь пошла оттуда, что французы, как всегда, как всегда, использовали, прежде всего, русское богатство. Короче, раз медь была русской, значит, и статуя свободы отечественная. Правда, есть одно но. Позарились, понимаешь, на эту статую масоны. Причем, не просто позарились, а хотят с ее помощью, внимание, сигналы по всему миру передавать. Масоны рассматривали статую свободы как инструмент для поддержания собственного мирового господства. Лучи короны очень похожи на антенны, а медь прекрасный проводник. И вот тут, как нам кажется, одна методичка схлестнулась с другой. Такая себе коса на камень в Реновском варианте. Ведь, с одной стороны, ура-патриоты должны гордиться русской статуей свободы. Получается, один из славных символов Америки появился благодаря русским. А с другой, как пережить, что ее коварные масоны пользуют? Да от такой зрады любого ура-патриота в хлам порвет. Масоны возлыбли эту статую как основной символ братства. И можно только догадываться, какое воздействие на людей способна будет осуществлять мировая элита с помощью секретных технологий и этого гигантского передатчика. Но здесь есть важное уточнение. Статуя свободы, если говорить глобально, это просто пыль на фоне всего того, что русские сделали для Америки. И здесь не нужно мелочиться, а надо прямо говорить, американцы произошли от русских. Кто такие русские индейцы? И почему они могли быть предками коренного населения Америки? Впервые они пришли туда задолго до крещения Руси. Еще до появления современных стран и цивилизаций. Так вот, катаны, индейцы, которые населяли нынешнюю территорию США, это потомки русских мужиков с Камчатки. Все коренные народы Америки могли быть потомками одной популяции. Она обитала на территории Камчатки, Чукотки. А то, что индейцы якобы были краснокожие, вообще вранье, чтоб сбить всех с толку. Индейцы пошли как раз от белой расы. Выходит, мифы о краснокожих индейцах-дикарях были придуманы специально, чтобы замолчать истинную историю и скрыть присутствие русской цивилизации. Читали книжку «Вождь краснокожих»? Знаете, это типичная пропаганда, чтобы никто не догадался о русском происхождении американцев. Кстати, дети капитана Гранта из этой же оперы. Вождь краснокожих, мир краснокожих, краснокожий, но это не более как защитные краски. Мы видели только боевые раскраски индейцев, это различные украшения на лице, в том числе и татуировки. Если его поставить в толпу москвичей, то он ничем не будет, различий не будет никакого. Теперь вы понимаете, сколько сил тратят буржуи, чтобы не признать очевидное? Ведь США это ни много ни мало колония России. Значительная часть американского континента издавна была частью Великой Русской Империи. Российская Империя и США это две части единого целого. Просто-напросто эти территории вошли в состав филиала России в новом свете США. И здесь можно смеяться сколько угодно, но самый трэш получается, если сопоставлять свежие байки кремлевской пропаганды с более старыми. Помните, например, хит о том, что русские произошли от динозавров? Неподалеку от Ульяновска специалисты обнаружили нечто просто поразительное. Останки крупного динозавра это так называемый титанозавр. Титанозавр это один из подвидов древних людей. Так вот, если русские произошли от динозавров, а американцы от русских... Североамериканские индейцы родственники коренных сибиряков. Прародители индейцев действительно были белыми людьми европейской внешности. Поразительно, но десятки тысяч лет назад они жили на территории современной Сибири. Получается, динозавры это бабушки американцев? А с учетом свеженьких сенсаций от кремлевской пропаганды... К 2100 году из-за глобального потепления снова появятся динозавры. Еще каких-то лет 80 и можно будет семейную вечеринку устраивать. динозавры русские американцы. Главное, чтобы масоны со статуей свободы праздник не испортили. Но если так случится, то завсегда можно будет в крымских тоннелях прятаться. Система тоннелей, которые соединяют противоположные края полуострова. Херсонес и Пантикопея. И все это кажется каким-то сумасшествием, набором концентрированного бреда. А ведь мы просто кратко пересказали российские познавательные фильмы. А так да, это Укра историю переписывают. Клянемся не краснокожими индейцами. Из года в год просматривая тонны новостей с оккупированных территорий, сложно отделаться от мысли, что местные пропагандисты, непрерывно выдавая на гора фейки и прочие отходы жизнедеятельности под видом новостей, судя по всему, сами стали верить в свои выдумки. Фашистский антинародный путь, который произошел в феврале 2014 года. И вот уже красно-черный небендеровец Бенес заливает всем баки про олигархический путь. Фашистский бандеровский путь, организованный украинскими олигархами при поддержке проклятых евроамериканских империалистов. В Луганской народной в лучших традициях истории о неуловимом Джо рассказывают о всемирной охоте на работников прости господи прокуратуры ЛНР. Главной целью в ИСУ стали сотрудники генпрокуратуры, которые приехали в Первомайск. Прям вот вся планета вокруг потешной прокуратуры Луганда вертится. Трамп с Меркель ночами спать не могут, вручаются, пока жив хотя бы один ее работник. Ну и куда уже без традиционных баек о том, как украинские спецслужбы с помощью антизомби почем зря вертят на бананах, огурцах и дирижаблях весь новоросский актив в полном составе. Украинские власти не скрывают, что для ведения подрывной деятельности хороши все методы. Масс-медиа, незалежные своими программами и сюжетами, этот тезис только подтверждают. Украинские спецслужбы делают это для дестабилизации ситуации. Прям вот клевещут, сидя в Эстонии на своей базе НАТО на честных ребят. Но это, расскажите нам, где там сейчас Ташкент, Трапезников, Казаков, Прилепин и все остальные выкормыши крякнувшего сани. Начала появляться информация о незаконной деятельности бывшего руководства Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики. Да быть не может! Неужели таки воровали? Иначе к чему эта Следственная комиссия? А? 12 пакетов документов рассмотрели на заседании Комиссии Народного Совета ДНР по выявлению фактов причинения ущерба юридическим и физическим лицам в результате противоправной деятельности Республиканского Министерства доходов и сборов. То есть получается пока некоторые облизывали с ног до головы воришек мы говорили правду? Вика Цыпленкова даже из мордастого министра Героя Нашего Времени сделала? Ага! В новом выпуске программы Героя Нашего Времени мы поговорим об Александре Тимофееве Министре доходов и сборов ДНР. Я был в рядах тех кто расстаивал свое право на свое понимание как мы должны жить. А вот в чем мы вообще ни разу не сомневаемся так это в том что с новыми мордастами история повторится. Как там дела на Силуре? А смешные? В ДНР происходит рейдерский захват госпредприятия при содействии Миндоха. Неужели рейдерские захваты без того отжатого завода? Произошел элементарный захват работающего предприятия. Об этом свидетельствуют разбитые камеры видеонаблюдения и серверная а также наличие силовиков. А ведь только недавно по Силуру сопли пузырями пускали мол гордость республики заказов тьма. Харцизский завод Силур возвращается к прежней трудовой жизни. Уже есть договоренности на поставку канатов в Макеев уголь и Торес антрацит и на предприятии Российской Федерации. И выводы из этих историй просты до банальности. Марионетки меняются а народное добро как крали так и продолжают красть. Прикрывая все это шермочка из самых примитивных страхов. Смотрите вон фашисты бабушку насилуют а мы пока заводик очередной с***ем. И проходит вся эта эпопея параллельно скажется вечным сериалом Украина услышь голос Донбасса что само по себе чудесно. К акции присоединилось множество людей таких уже миллион что вы им ответите? Кто не понял сразу поясним вот так непалевно кремлевские марионетки просятся назад в Украину. Миллион обращений это по-настоящему голос народа настоящий выбор Донбасса выбор который нельзя игнорировать. Нет пасечник конечно волосенки на груди рвет мол наша цель интеграции в Россиюшку наша основная цель это интеграция в Российскую Федерацию у нас других задач нет но это отмазки для совсем уже альтернативно одаренных и выглядят они крайне жалко но хотя бы потому что те кто реально собирается интегрироваться в РФ будут обращаться к президенту России а не Украины ну простая же логика если вы с Украиной типа все то в чем смысл этих акций выбор Донбасса одна из крупнейших акций за всю историю республики людей собрались сегодня на площади для того чтобы принять участие в мероприятии Зеленский признай выбор Донбасса но мы всегда говорили что кремлевская пропаганда не рассчитана на тех кто хотя бы пробует думать причем это любых историй касается вы бы видели какой бенефис цинизма они устроили на годовщину уничтожения малазийского Боинга сотни жителей Донбасса собрались сегодня в окрестностях города Тореза чтобы почтить память жертв крушения малазийского лайнера девочки в белом шарики воздушные тетки с плакатами люди принесли фотографии его пассажиров а еще цветы свечи и игрушки это знаете такая типичная русская черта где самыми набожными были грабители и убийцы сегодня мы с вами собрались здесь чтобы почтить память тех кто стал жертвой преступного приказа слыхали преступный приказ нету доказательств украина пытается обвинить народное оболчение обвинить российскую федерацию не представлено и не может быть представлено никаких доказательств что мы каким-то образом имеем к этому отношению расскажите кто-нибудь этому наркоману что уже не только бук идентифицировали но и всех участников преступления причем не украина нет а международная следственная комиссия следователи ведущие дела о катастрофе новозийского боинга в небе над украиной сегодня назвали имена четырех подозреваемых причастности к гибели лайнера там уже трибунал в гааге на носу но нет надо достать самый мощный шланг и от души долбить в глаза людей отборной божьей росой могу со стопроцентной гарантией сказать что мотива у нашего ополчения не было ну как вам уровень аргументации пацана вы все в рете у нас не было мотива мотива у нашего ополчения не было аааа ну раз так то все обвинения сняты расходимся аааа а напоследок напомним гвардии майору морочка один памятный видос ополченцы сообщают что им удалось сбить еще один транспортный самолет украинских военно-воздушных сил это произошло над городом Торес да дружочек это ваше признание в преступлении а заодно и мотив хотели сбить украинский транспортный самолет а попали в бои а теперь лжете мол у вас не было техники сбивать самолета на такой высоте на тот момент наше ополчение просто не могло управлять на столь сложной техникой так а транспортники вы чем тогда сбивали перегаром да и вообще без самогонки или стекломоя отмазки новоросов на голову не натянешь ополченцы Донецкой Республики сумели организовать систематический вывоз и тел погибших людей и фрагментов самолета мы помогли собрать тела и фрагменты самолета значит что верно ни в чем не виноваты здесь возникают вопросы могут ли быть какие-то претензии к нашей стороне вот какая связь между тем кто сделал выстрел и тем что недоросы помогли собрать тела про фрагменты самолета и вещи пассажиров вообще бы молчали как тянули по домам имущество погибших людей видела вся планета но сейчас даже не об этом нет доказательств нет мотивов помогли собрать тела серьезно вот на кого это рассчитано на людей без памяти которым пропаганда начисто вынесла мозг мы уверены что да особенно после вот таких сюжетов Боинг на высоте 10 километров все-таки мог быть подвергнут удару ракеты класса воздух-воздух понимаете как ребятушки только что типа скорбели показывали пафосные речи местных чинуш девочек в бантиках и буквально тут же начинают плевать в могилы погибшим отборным враньем жители села Грабова возле которого упал лайнер за мгновение до крушения видели в небе еще один самолет российские системы слежения в районе катастрофы в тот день также фиксировали штурмовик предположительно Су-25 чё-чё опять украинский самолет серьезно что же вы не угомонитесь никак а уже и в России признали что это убогий фейк генералы даже данные центра радиочастот показывали вблизи малазийского самолета пусть донецкий радиолокатор не наблюдал никаких сторонних объектов которые могли бы стать причиной его разрушения или вы думаете что все об этом забыли нет не забыли и не забудут как бы вам этого не хотелось а вот то что дна в кремлевской пропаганде просто нет это факт есть только интересы которые нужно защищать несмотря на трупы несмотря на чужое горе как говорится ничего личного это русский мир братишка бессмысленный и беспощадный ну что карасики как говорится наша песня хороша начинай сначала журналисты получили новые доказательства существования тайной тюрьмы СБУ на территории Мариупольского аэропорта да да вы все верно поняли каждый год кремлевские пропагандисты выдают на гора очередные фейки от тайных тюрьмах СБУ за что получают за шиворот полный комплект мини-искандеров на юго-востоке Украины строятся лагеря в зоне боевых действий собирались устроить концлагерь вот он концентрационный лагерь для недолюдей изначально они старательно пытались выдавать за тайные тюрьмы центры для нелегальных мигрантов построенные кстати еще видным карателем и бандеровцем Януковичем на деньги Евросоюза 29 грудня 2011 року Розпочатал реализацию проекту по будинству пунктов у Миколаевской станции Мартиневка и Донецкой мисто Жданевка областях Вопрос зачем же Россия тогда покрывает главного строителя типа тайных тюрьм по-прежнему остается открыт Никто же не забыл что Федорович который год побеждает в конкурсе самый легитимный житель Ростова Выхожу прогуляться по улице как будто я иду в Донецке Здрасте 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 Но о чем это мы? Стоит ли задавать вопросы тем кто с одной стороны крутит сюжетики о супер тайных тюрьмах а с другой показывает типа их жертв с вот такими перлами в бетонных стенах на холодном полу в жестких непригодных для жизни условиях питались семена передачками которые родные передавали привозили Пэтик когда тайная тюрьма настолько тайная что родственники носили туда борщи с котлетками родные передавали привозили казалось бы после подобных зашкваров в Кремле по этой теме вообще бы прикрыть клюв но мы не зря в свое время говорили что судя по всему царь вокруг себя собрал любителей БДСМ готовых на все лишь бы их пинали и они специально выдают на гора самые убойные фейки бывший заключенный рассказывает о чудовищных пытках факты обнародованные коллегами из РИА новостей вызывают эмоциональный шок свежую страшилку о Мариупольской библиотеке всем распятым мальчикам нужно смотреть исключительно в памперсах и двойных трусиках нет смешные фейкометы и раньше рассказывали о морозильных камерах в аэропорту Мариуполя там стоят огромные холодильники промышленные в которых людей сажают это пытка у них такая и включают там заморозку и о детях в цепях в ямах скованных цепями людей абсолютно голых среди говорят вот этих людей сидели и дети но на этот раз к страшилкам уровня Азов хотел меня изнасиловать и вдуть пеной были обещаны доказательства и вся наша база НАТО буквально замерла у мониторов в ожидании сенсации найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы в аэропорту украинского города Мариуполь но вместо сенсации опасные опять оподливились в сюжете канала Россия журналист прямо говорит история о тайных тюрьмах доказана но вместо доказательств всем почему-то показывают беглого синяка СБУшника которого белочка под белой ручки привела прямо запарил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал и доказал она есть потому что сам был там люди там просто теряли сознание даже от самого нахождения внутри этих камер я там был все лично видел говорит всем тучный дядя и на этом бинго доказательства заканчиваются ах да пардон они еще напялили на какого-то чудика балаклаву и он авторитетно поведал всем что тайные тюрьмы это вообще не тайна тайные они только в глазах западной общественности для жителей ЛДНР они давно уже не тайные в общем те еще доказательства получились прям космического уровня особенно если задать пару вопросов ну например если поверить что мариупольский аэропорт действительно превратили в пытошную а беглый СБУшник действительно работал там как он рассказывает допрашивали людей здесь же в технических помещениях в бойленной в кладовках там бойцы батальона Азов пытали заключенных а сотрудники СБУ их прикрывали то очень хочется уточнить а что же вы господа хорошие этого лютого карателя под суд не отдадите а но в пыточной же мордасты работал детей небось в цепи заковывал бабушек насиловал но так же получается если поверить в ваши байки тайная украинская тюрьма в аэропорту Мариуполя она же библиотека для тех кто был там книгой это обители зла если там не сделали ремонт там кровь даже в бетон впиталась а стены все исцарапаны ногтями задержанных людей но вместо каталажки чудаку собирают пресс-конференцию странно правда на самом деле нет потому что весь русский мир построен на лжи даже в мелочах и особенно это было заметно в сюжетах посвященных тайным тюрьмам вот так в 2014 украинские военные буквально влетали в мирный Мариуполь вокруг старики женщины и молодежь женщины старики молодежь и все без оружия заливает голос за кадром рассказывая о событиях 2014 года в Мариуполе мол совсем невинных людей укры задерживали ни одного человека с оружием позже все кто посмеет сказать хоть слово против окажется под угрозой смерти для полного флеш-рояля не хватало только беременных русскоговорящих ветеран и это при том что есть десятки видео вооруженных боевиков в Мариуполе но если показывать правду то надавить на жалость вряд ли получится и вот уже вооруженные бандиты превращаются в женщины стариков вокруг старики женщины и молодежь ни одного человека с оружием но это все так просто наблюдение а настоящий порнхаб будет вот тут когда повалили на пол мы пытались сорвать одежду больше сопротивляться пену монтажную задуем в общем в Москве видимо понимали что слова беглого СБУшника ни о чем так куром насмерть а потому бегом скооперировались со славной Дерлендией и там подыскали парочку когда-то обмененных Василис покрасноречивий чтоб страшные истории о тайных тюрьмах порассказывали короче вот что получилось следы крови гильзы расстреляны чисто текстово драма получается такая что бабушки у экранов железно всосали лишний бутылек валидола якобы невинную женщину в годах по сфабрикованному делу хватают и забрасывают в неизвестную тюрьму Ольгу Селецкую заперли в тогда еще неизвестное помещение на 4 месяца но каждый день мог стать последним там ее и электричеством пытают на спину в области почек ложатся мокрые такие тряпки прикладывают электроды пропускают и даже хотят изнасиловать попытка изнасилования была оно и понятно такого вида ополченочки за 50 это же мечта любого мужика короче исходя из озвученной версии лишь спустя много дней эта несчастная фрау узнала что попала в ту самую легендарную библиотеку и была она книгой для карателей из Азова ее как и сотни других мирных граждан держали в застенках бывшего Мариупольского аэропорта СБУ называли проще библиотека о задержанных книге а знаете в чем проблема нет не только вот этой тетки а и всех пропагандистов бедолаги так часто врут что забывают о чем говорили раньше в общем вот она та самая якобы мирная жительница Ольга Селецкая смотрим и наслаждаемся оказывается тетя была настолько мирной жительницей что готовила вооруженное нападение на пункт где содержали их подельников но спецоперация накрылась медным тазом поскольку по словам самой Селецкой их группу слили вот скажите что в России сделали бы с человеком который готовил вооруженное нападение на полицейский пункт верно отправили бы за решетку и это в лучшем случае но когда ровно то же самое делают в Украине они затягивают песню о невинной жертве малерезиновыми дубинками тоже было такое и так почти каждый день вокруг такие же мирные жители а теперь послушайте сколько времени Селецкая провела в неизвестной тюрьме меня вывезли на реверс спустя сутки меня вывезли на блокпост сутки друзья еще раз сутки то есть украинская армия задержала группу диверсантов и уже на следующий день тетю передали сотрудникам СБУ там красавица просидела еще три дня после чего заехала барабанная дробь Каменское СИЗО передали меня там блокпосту уже работников СБУ больше трех суток продолжались запросы в здании СБУ уже очень поздно вечером меня привезли в Каменское СИЗО еще раз в СИЗО там где по закону и должны содержаться подследственные но пройдет каких-то несколько лет правда подзабудется и Каменское СИЗО пропагандисты превратят в Мариупольский аэропорт ее как и сотни других мирных граждан держали в застенках бывшего Мариупольского аэропорта а тетку готовившую вооруженное нападение на пункт полиции в несчастную якобы мирную жительницу которую чуть ли не от нечего делать пытали каратели пытали электротоком были пытки электрошокером теперь вы понимаете как это работает достаточно одного перебежчика парочки актрис с написанными легендами и вуаля можно раздувать сенсацию как играя на эмоциях людей разжигается костер ненависти все последние годы мы смотрели как федеральные каналы мастерски игнорируют проблемы россиян забивая людям головы то сирией то сша то украиной та самая наша тема в этом смысле наша конечно украина хотя происходит дело на украине тем временем сирия в целом справляется продолжаем сша новости про америка хакеры взломали американский герб именно тогда мысль о том что русские в своей стране не в приоритете подтвердилась еще раз ну а как иначе в стране треть населения без газа живет цены летят вверх и проблемы решительно во всем в России повысились тарифы на коммунальные услуги это второе изменение цен на ЖКХ в этом году тарифы на жилищно-коммунальные услуги вновь выросли с 1 июля а на федеральных каналах обсуждают ровно эти же проблемы только у хохлов у многих украинцев просто нет денег оплачивать коммунальные тарифы а украина уже вовсю готовится замерзать без нашего с вами российского газа так вот мы долго говорили что на проблемы русских в России чиновникам плевать а уже на этой неделе сами россияне могли осознать насколько ведь не зря говорят мощь сверхдержавы познается в беде когда нужно быстро мобилизироваться ликвидировать угрозу и спасти своих людей на Дальнем Востоке и в Сибири растет площадь природных пожаров бушует один из самых крупных пожаров за последние 30 лет самая сложная ситуация в Красноярском крае на севере региона огонь вплотную подошел к населенным пунктам Сибирь адски полыхает вторую неделю к ряду точнее горит она еще с весны но только сейчас бездействие путинских бояр привело к действительно страшным последствиям речь идет о миллионах гектаров леса местные жители вынуждены пробираться сквозь дым и пламя огнем охвачены огромные территории соизмеримые с европейскими государствами в стране горят больше трех миллионов гектаров леса это примерно как площадь трех островов Кипр пожар размерен с Черногорию в Красноярском крае Иркутской области горит почти полтора миллиона гектаров леса огонь уничтожает уникальные природные зоны гибнут тысячи в том числе и краснокнижных животных реальный мишка не встал с колен а тупо погиб в пожаре в Забайкалье горит национальный парк из тайги массово бегут олени, лоси и другие звери и самое главное в огненном плену оказались жители труднодоступных поселков на которые Москва кажется просто забила основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба приняты отказы от тушения пожаров несмотря на то что в эти зоны контроля попадают населенные пункты попадают объекты инфраструктуры люди там борются с огнем фактически своими силами сверхдержава оказалась не в состоянии найти достаточно сил и техники чтобы спасти своих граждан 108 единиц техники давайте просто разделим полыхающую площадь лесных пожаров и единицы техники получится 13 тысяч гектаров на одну единицу техники это разве нормально просто вслушайтесь в эти цифры одна единица техники на 13 тысяч гектар горящего леса 13 тысяч гектаров на одну единицу техники и это при том что огонь не сбивают благодаря чудесным решениям царя и бояр дело в том что в оперативном штабе посчитали мол ежели очаг возгорание далеко от городов и деревень то его можно не тушить дороже обойдется вот когда у красноярска заполыхает тогда и возьмемся сотни тысяч гектаров это пожары отказники эти возгорания не трогают если они по мнению комиссии не нагрозят населенным пунктом или объектом экономики под этим официальным термином скрывается печальная правда тушить очаги никто не будет объяснение этому очень простое в сверхдержаве на тушение огня на отдаленных территориях просто нет денег это неэффективно и к тому же разорит нас очаги возгорания поэтому не тушится из соображений экономии за ними просто наблюдают непосредственно горит около трех миллионов гектаров из которых тушат только 90 тысяч на выходе получается замкнутый круг не успели спасатели потушить огонь возле населенных пунктов как из глубинки где тушить никто не собирается пламя подбирается снова по словам экспертов именно такие очаги стали причиной распространения огня на такой большой территории гринпис бьет во все колокола местные жители брошенные на произвол судьбы пишут петиции потушите пожары в сибири сейчас не просто самый популярный хэштег в социальных сетях крик души петиция с требованием потушить пожары в сибири к 29 июля набрала более 300 тысяч подписей мы сибиряки требуем незамедлительного начала полномасштабной операции по тушению наших лесов их можно понять даже если твой дом еще не сгорел то дышать тупо нечем кругом стоит страшный смог смог от пожаров тянется на тысячи километров дышать нечем даже в крупных городах не просто нечем дышать на расстоянии вытянутой руки ничего не видно просто представьте что бывает когда горит лес и трава на нескольких миллионах гектаров дыма уже накрыл несколько регионов он распространился на Омскую Новосибирскую Томскую Кемеровской области Хакасию и Алтайский край дым уже доходит до берегов американской Аляски смог от горячих лесов уложил на больничные койки сотни жителей Сибири трудно даже дышать город практически не видно и сразу упадок сил головные боли сильные да что там уже даже власти Казахстана забили тревогу дым от лесных пожаров дошел до Казахстана в воздухе превышена предельно допустимая концентрация вредных веществ дым накрыл казахстанскую столицу и некоторые северные регионы нашей страны казахстанцам со слабым здоровьем советуют быть осторожными Путин же в это время изображал главную героиню сказки Морозко в прямом смысле слова Морозко полное то есть страна горит люди задыхаются а ЧС вводят буквально вчера и это спустя месяц пожаров в пяти регионах страны введен режим ЧС из-за лесных пожаров ну а что же федеральные каналы думаете собирают студии где эксперты решают как спасти природу и людей да как бы не так у Скобеевой с муженьком круглыми сутками привычный хохлосрач на Украине будет создана специальная группировка совместная американо-украинская эксперименты над Украиной и украинцами продолжаются быстро попытаюсь объяснить логику нашего строптивого соседа младшего брата Украина а на то что русские люди в это время в огне и дыму погибают они просто класть хотели пусть сидят в дыму и про украинские разборки смотрят а вот с чем в отличие от пожаров и наводнений у царя-батюшки отлично получается бороться так это со строптивыми россиянами теми кто посмел заявить о своих правах и требовать решения о своих проблем тех кто не согласен вместо этого смотреть о хохлах так вот на этой неделе москвичи вышли на акцию протестов эту встречу власти не санкционировали но люди тем не менее вышли на улицу с подчеркну мирным протестом пришедшие к мэрии требуют регистрации кандидатов на выборы в Мосгордуму по их мнению им отказали незаконно вот же гады совсем от рук отбились холопы независимых кандидатов они хотят вам что предателям родины единой россии мало а ну бегом в стойло короче ловить врагов народа согнали все что только могло двигаться люди находятся в оцеплении двух цепочек полиции за цепочкой из сотрудников стоят автобусы автозаки полицейские микроавтобусы много-много различной полицейской техники в результате мирный митинг превратился в ставшее уже традиционным избиение людей следы крови на асфальте и больше тысячи задержанных субботняя акция в Москве побила рекорд по количеству задержанных полиция задержала почти 1400 человек при этом видя все происходящее забавно было наблюдать как пропаганда всеми силами переворачивала историю с ног на голову мол это ботаники митингующие напали на росгвардию протестующих пытались было образумить и призвать к порядку но в ответ сначала зуботычины фашисты затем бутылки куски асфальта а невинные ребята в масках и с дубинками избивали людей исключительно в целях самообороны для наведения порядка силовикам пришлось задержать больше тысячи человек полиция временами действовала достаточно жестко но тактика была простой выдернуть из толпы и нейтрализовать явных провокаторов и самых агрессивных ну а чтобы зрители у экранов окончательно взбодрились пропагандисты мастерски находили в протестах попеременно то еврейский завтра протестами в Москве руководят евреи то украинский след и снова это так знакомая майданная они же дети зачем вы бьете детей мол истинно русские люди царем очень довольны а воду только хохлы да евреи мутят был проведен активный рекрутинг всех возможных потенциальных нарушителей порядка которые приезжали в Москву с единственной задачей устроить здесь действия для западных картин и глядя на все это хотелось сказать ребят какие же вы жалкие но хоть наберитесь храбрости признать что избили россиян просто за то что они вдруг поняли что они не бессловесный скот что они тоже имеют право что вы делаете уроды это человек люди хотят чтобы были нормальные выборы люди пришли возмущенные тем беспределом который творится люди пришли протестовать после хамства власти после беспредела власти имейте смелость признать приоритеты космонавтов этих заметьте в Москве а не в Сибири держат пожары тушить и россиян спасать на это ресурсов нет их не тушили просто из бедности из экономии а вот дубинками людей дубасить завсегда пожалуйста сверхдержава языком такая сверхдержава ведь в путинской России человека проще избить и в тюрьме сгноить это точно дешевле чем решить его проблемы и фантазии из серии россия сверхдержава абсолютный хлам как и прочий пропагандистский мусор Леха начал мусор gemeinsит лень мусор Субтитры создавал DimaTorzok